Кофейные розы. Постельного белья с такой расцветкой у нас еще не было. Такое ощущение, что розы распустились в теплый, такой манящий ночи. Очень красивое постельное белье. Дизайн просто неповторим. И с кофейными розами ваша спальня будет только вашей индивидуальной неповторимой. Знаешь, я сейчас почему-то мысленно погрузилась в сказку красавицы и чудовища. Вот когда его красивая роза таинственно вот была в замке. Вот именно такой же нежный цветок, который все охраняют, который творится в замке, хранится. Вот у меня именно такие высации вызывают постельное белье кофейные розы. И да, таких предложений еще не было. Даже для самых искушенных, для тех, кто скажет, я видел уже все, мы находим неповторимые дизайнерские решения. Кофейные розы. Полный комплект под одеяльник, простыня и две наволочки 70 на 70. Кофейные розы представлены у нас в трех размерах. Полутораспальные, двуспальные и евро. И в неповторимом, эксклюзивном дизайне для вас. Посмотрите, с переливами цвета выполнен наш под одеяльник и наши наволочки. Градиентный тон использован. И ощущение, что есть отражение, есть вот такой эффект, как будто венделя на зеркале, выполненные или на каком-то таком очень приятном стекле. Очень интересное решение. Именно поэтому я мыслями погружаюсь в красивые сказки. Да, вот именно с таким узором, с цветочной тематикой. Очень напоминает мир прекрасных грез. Кофейные розы. Размер полутораспальный, двухспальный и евро. Цена у нас от 999 рублей. И, конечно, хочется наслаждаться дизайном такого постельного белья. Вот мне кажется, если вы любите красивое постельное белье, вы сейчас должны обязательно подойти к своему бельевому шкафу, открыть его, посмотреть. И если там ничего подобного еще нету, а я уверена, что там ничего подобного нету, нужно прямо сейчас просто взять и заказать для себя. Юль, но дизайн это хорошо. Дизайн здесь неповторимый. Но хочется поговорить еще и о главном, за что мы любим постельное белье, за его мягкость. Да, постельное белье, выполненное из микрофибры, это новый материал, это современный материал. К нему все относятся по-разному, но если вы ищете мягкую постель, то кофейные розы точно для вас. Микрофибра обладает приятным бархатистым эффектом, сродни лепестка роз. Вот ассоциация у нас такая, именно поэтому для вас вот такая красивая картина сейчас. Наблюдайте ее, я вам всегда говорю, что заходите, у нас интересно, у нас непринужденная, очень красивая обстановка в нашем уютном доме. Хотите мягкую постель, выбирайте кофейные розы. Все мы помним, как приятно тактильно прикасаться к лепесткам, насколько они мягкие, насколько они нежные. Вот представьте, что именно такие же ощущения вам дарит и постельное белье. В нем просто хочется укутываться, хочется с головой уже укрыться, натянуть одеяло и никому не отдавать эту мягкость, потому что очень и очень приятно. Юль, ну а что за материал может сравниться по ощущениям вот с лепестком цветка? Микрофибра, а это тончайшие волокна, сплетены они сатиновым плетением, поэтому есть бархатистый эффект. Микрофибра решает его тонкие волокна, тоньше человеческого волоса в сто раз. И вот в этом тоненьком волокне образуется на производстве миллиарды микропор. Именно поэтому получается естественным рисунок на таких волокнах, именно поэтому они мягкостью обладают и именно поэтому пропускают воздух. Юль, ну а мягкость это всегда хорошо, белье должно тактильно нам очень нравится прикасаться. Но у нас сейчас еще один эксперимент, потому что белье темное и многие могут опасаться, а как будет вести себя краски при стирке? Вот черный цвет не смешается ли он с белым? Вот я специально, да, именно на темном отрезке нашего постельного белья тестирую краситель. У меня же бедная салфеточка вся аж скаталась, а краски нет. Да, ну это показатель того, что я активно воздействовала на ткань. Да, чистая абсолютно салфетка, это говорит о том, что кофейные розы не оставят следов на вашей коже нежной, на вашем белье, в котором вы спите, на ваших пижамках. Только чтобы рисунок сохранял границы, чтобы сохранял яркость, четкость, не поблек со временем, я вам рекомендую его стирать при температуре 30-40 градусов. Больше не нужно, микрофибр очень хорошо выстирывается, ей даже дополнительный кондиционер не нужен. Ну а главное, что не будет теряться мягкость. Юль, вот очень часто еще красивое белье выходит из строя, когда со временем начинает накатываться или застирываться. Вот как здесь себя поведет? Хороший вопрос, потому что действительно постельное белье, вот в него влюбишься, а со временем бывают катышки, постираешь. Как будто на крошечках спишь. Да, есть такое дело действительно, но не у наших кофейных роз. Микрофибра обладает таким еще достоинством, что сколько бы мы его не стирали, катышей не образуется. Эта ткань, она не сваливается сама по себе, то есть в катушке она не превращается, сколько бы не стирали. Кстати, стирку, вопрос стирки еще не закончен. Так. Да, потому что стирать-то стираем, а гладить не нужно. Микрофибра освобождает нам еще и время наше. Проведем эксперимент. Ну тогда помощников позовем наших ребятам. Потому что я-то помять помну, а мужчина-то сделает это ухо. Да, вот наш помощник, наш реквизитор Максим будет сейчас со своей мужской силой. Ну, немножечко помучаем для вас постельное белье. Под одеяльник мы помнем сейчас, чтобы посмотреть, насколько микрофибра заламывается или нет, придется нам ее гладить или нет. Вот такой вот эксперимент вот с использованием мужской силы со стороны. Да, ну чтобы как раз никто не сомневался, что Юля может быть как-то специально, да, там ткань умнет, чтобы у вас не оставалось сомнений. Посмотрите, Максим по-мужски, как это принято, по-разному покрутил. Спасибо тебе большое, Максим. А что мы видим? А мы видим идеально заправленную постель. Никаких заломов, никаких складочек, ничего нет. Юль, как это здорово. Сейчас жара в духоту, но совсем не хочется евро размера с утюгом наглаживать. Согласна, вот именно это достоинство микрофибры, то, что она не мнется, хорошо использовать на даче. Поэтому цена позволяет действительно использовать кофейные розы еще и как дачный вариант постельного белья для загородного дома. Представляете, комната какая у вас будет, за окном солнышко, постель вся в розах, гладить не надо, счастье. Помните, что звонок и ожидание на линии ничего не будет стоить. Стоить нам будет только упущенная возможность. Мягкое постельное белье, которое еще и не нужно гладить. Просто постирали при температуре 30-40 градусов, посушили, и постельное белье снова готово к работе. Мне кажется, если едем в отпуск, мы же часто к своим родным берем постельное белье, чтобы родных не нагружать дополнительной стиркой. Вот взять такое постельное белье, это действительно здорово. Во-первых, все обзавидуются, когда вы в гости приедете. А во-вторых, даже гладить такое белье не придется, даже если после долгой поездки. Давайте посмотрим простынку. Какая она у нас? Она у нас очаровательная. Она у нас тоже вся утопает в розах, в нежных, приятных, кофейных розах. Вы посмотрите. Успейте вы преобразить свою спальню. Или найти идеальный подарок для кого-то из своих родных и близких. Юля, размеры же у нас все есть. Полутораспальный и двухспальный евро. Да, у нас три размера. Скотельные розы за счет потрясающего рисунка могут служить прекрасным подарком.